хей всем привет ребята с вами ваша маша и сегодня мы будем с вами начинать смотреть геймплей в общем-то нового обновления именно приключения на бату я как вы видите создала симку вот так вот она выглядит довольно красивая в общем-то ее наряд и ее прическа это в общем-то все из нового обновления я специально ее отдела так чтобы в общем-то подходила под тематику вот и оказывается когда я в общем-то начала только играть заселила симку то у меня высветился такой номер такое сообщение типа возьмите отпуск и отправляйтесь на бату отдохните там на другой планете или еще что-то типа такого ну и конечно же именно сейчас мы с вами в общем-то и в общем-то полетим даже не знаю ли поедем на это на эту планету взять отпуск так пусть она у нас перестанет в общем-то уже рыбачить но отправимся на эту планету посмотрим как она выглядит и что да как там вообще знаете я никогда не думала что буду снимать обновление из 704 просто для меня казалось это нереально мы кстати говоря вот у нас бату и давайте туда отправляться в общем-то ого какая карта лагерь сопротивления лагерь сопротивления скрыт в глубокой чаще бату анского леса по слухам здесь находится в ему ради знаменитая шпионка сопротивления но прежде чем сопротивление примет вас с распростертыми объятиями придется завоевать их доверием то есть нам надо будет встать на разные стороны либо сопротивление либо еще что-то ага ладненько так аванпост черный шпиль это центральный район ту здесь находится постоял двор кантину оги и логово древности док ондера здесь же можно найти разнообразную еду и напитки и район первого ордена этот район бату занимает первый орден здесь находится лейтенант агнон а также фабрика дроидов на которую вы можете приобрести дроиды для личного использования ухты давайте да не знаю посмотрим лагерь сопротивления потому что мне он почему-то понравился больше по описанию и так добро пожаловать на мтру на планете бату входу галактические кредиты и у вас будет отдельный багаж ого не переживайте ваши 7 миллионные предметы из повседневного багажа находятся в полной безопасности у вас дома для начала загляните на панель карьеры получите первое задание ага ну давайте так а вот как раз таки задание рог пожаловать на бату на задание выбрать одежду для бату на постоялом дворе потом освежиться на постоялом дворе и заказать еду в доке номер 7 это получается у нас на аванпосте надо сделать но мы сейчас посмотрим что из себя представляет лагерь сопротивление потому что но мне очень интересно все такое прям зеленое вообще очень красиво выглядит вот тут еще что-то можно сканировать блин это что такое сейчас посмотрим какие-то антенны непонятные сканировать давайте посмотрим как это будет выглядеть потому что мне очень интересно еще какой-то дроид гонг нифига себе блин прикольно кстати тут вроде как была репутация вроде бы сейчас посмотрим репутация на бату сопротивление переводен мерзаят ухты ничего себе итак первый уровень единомышленник награда сопротивления галактические кредиты парка сопротивления действия придумать хитроумный план в голодранспорте чисел сопротивление теперь можно купить следующие предметы сторонник это первый орден награда первый орден на галактические кредиты тоже форма первого ордена действия проверить документы и электронной отмычка это можно получить нас мерзавец новичок награды и галактические кредиты действия обмануть. У Хондро Анаки теперь можно получить электронную отмычку. Не знаю, кто это. Но, получается, мы можем, в общем-то, встать на три стороны. Это Мерзавец, Первый Орден и Сопротивление. Давайте, блин, не знаю. Будем за Сопротивление, хотя посмотрим, посмотрим. Еще надо понять, что из себя это все представляет. Кстати, тут есть у нас вот такой долет или что это такое, я даже не знаю. Истребитель. Сканировать. Ну, сканировать мы не будем, потому что это скучно, в общем-то. Сопротивление. Это та самая шпионка. Спросить про Первый Орден, про Сопротивление, спросить про Мерзавцев. Ну, давайте про Первый Орден. Потом про Сопротивление. Короче, про все у нее спросим, почему бы и нет, да? И посмотрим, что она нам ответит, потому что, ну, наверное, какая-то должна же быть интересная информация про Мерзавцев. Ух ты, вы посмотрите. Офигеть. Это очень прикольно выглядит. Но все же какие-то маски очень странные. Ладно, хоть нормальные люди тут есть, но есть, конечно, с рогами, но, блин, кошмар. Ладненько. Тут есть у нас разные палатки, где они, в общем-то, спят. Да, спать, дремать, расслабиться. Вот, дальше тут у нас... Ух ты, какой водопад! Вы только гляньте! Все, дальше уже нельзя посмотреть. Увы. Ну, ничего страшного. Давайте тогда, в общем-то... Это что такое? Ага, опять какие-то приборы непонятные. Ну, в общем-то, сопротивление состоит из палаток, потом, в общем-то, обычных людей. Ничего особенного, так сказать, нету. Ага, вы только посмотрите, она нам ответила. Ну, и, конечно же, давайте прочитаем, что она нам тут ответила. Будучи в здравом уме, я не могу помочь вам узнать подробнее про Первый Орден. Это подлая организация, жаждущая лишь наживой власти. Нифига себе, ладненько. Это смотря, кто спрашивает. Если хотите поддержать сопротивление, покажите себя в деле. Попробуйте поговорить с другими членами сопротивления про сопротивление. Ладно, это потом мы обязательно сделаем. И она еще не ответила про мерзавцев вроде как, да? Если не ошибаюсь. Ага, мерзавцев можно найти на вам посте Черный Шпиль, но если вы хотите заработать кредит, кредиты, поговорите с Хондо Анакой в контине Оги. Ладно, это тоже как-нибудь сделаем. Вот, потому что сейчас нам, мне кажется, надо отправляться на аванпост. Да, потому что нам надо все-таки сделать задание, которое нам, в общем-то, предоставили. И это, конечно же, мы только сделаем на аванпосте, потому что у нас там в общем-то так в задании написано. Итак, вот мы и тут. Выглядит это, конечно, покрасивее, чем Сопротивление. И вы только гляньте, какой... Блин, корабль? Или что это такое? Короче, что-то летающее. Я очень надеюсь, что мы... Не знаю, полетаем на нем или будет ли такая возможность. Я, конечно, не знаю. Но в трейлере, кстати, было такое, что, в общем-то, Симы у нас летали на каких-то вот таких вот... В общем-то... Не знаю, как это называется, но да ладно. Итак, нам нужно сделать задание. Вот. И, в общем-то, нужно выбрать сторону. И все-таки, блин, не знаю, что выбрать. Ну, давайте выберем Сопротивление и найдем этот Постоялый двор и док номер 7. Написано, что, в общем-то, он будет светиться, но я пока ничего не вижу, что тут светится. А, вот. Все. Я поняла. Давайте нажмем. Заказать еду в Дойке номер 7. Так, она у нас с кем-то там разговаривает. Уже со всеми подружилась, я так понимаю, да? Давай, быстрее иди сюда и, в общем-то, покушаем и посмотрим и будем продолжать дальше делать задание. Я так понимаю, туда на... А, мы прям заходить не будем, да? Давайте выберем попкорн, потому что я не хочу тратить наши кредиты, так называемые. Их у нас и так всего лишь 50. На одного человека очень мало. Не знаю... Я не знаю просто, куда их девать. И я... Точнее... Я даже не знаю, блин, где их зарабатывать. Хотя нам сказали, вроде бы умерзавца, да, какого-то там. Ну, ладно, это потом обязательно мы посмотрим. Блин, такие эти прям... Вот это ты съела, конечно. Но попкорн какой-то у тебя не очень, какой-то слишком горелый. Вот. Ну, а тем временем я уже нашла этот постоялый двор и там нам нужно просто освежиться, в общем-то, и выбрать одежду для Бату на постоялом дворе. Это мы как раз-таки сейчас делаем и, в общем-то, поговорим с жителем, которые тут живут, наверное. Вот такой у нас красавец тут стоит. Давайте у него спросим про первый орден, про сопротивление, короче, про все спросим. Может быть, у него будут другие ответы, кто знает. И сейчас как раз-таки это узнаем. Ускорим, чтобы побыстрее все это было. Потому что, блин, они очень долго разговаривают. Поговорите с лейтенантом, Аганом. Он находится у склада первого ордена в районе первого ордена. Хорошо, поговорим обязательно. Мне доводилось видеть незнакомцев в лесу. Они могут быть опасны. Будьте осторожнее. Хорошо. Вам стоит обратиться к Хонга Анаки. Анаки, его можно найти... Так, это мы уже читали, нам это уже сказали, что у него можно взять какие-то кредиты, то есть те самые деньги. А, и у нас, кстати говоря, тут новое задание. Вот. Это кто еще такой? Что-то я не поняла. Мы же с ним вроде как не разговаривали. А, она к нему идет. Ой, вы только посмотрите, какой тут этот. Ходит, как из Звездных войн прям. Давайте с ним тоже поговорим. Ну ладно, спросим, так уж и быть тоже про все три пункта. Если он, конечно, не уйдет, ты же не уйдешь. Конечно, он уйдет, он не хочет с нами разговаривать. Ладушки, не будем. Это я нашла еще одного. Конечно же, мне просто надо спросить у него про эти сопротивления. Мне просто очень интересно, что скажут нам вот эти вот люди именно в таких костюмах, потому что, блин, ну они тут что-то ходят, что-то сторожат. Все-таки охота узнать. Ну куда ты все ходишь? Подожди нас. Вот. Итак, что он нам скажет? Мне вот очень интересно. Если вы хотите вступить в наши ряды, поговорите с лейтенантом. Угу. Понятненько. Хорошо. Поговорим. Обязательно. Что вы знаете про сброс сопротивления на Бату? Вы знаете, где они прячутся? Конечно. Только что там. Металовцы ничего хорошего не замышляют. И вам стоит держаться от них подальше. Соблюдайте закон и вам ничего не грозит. Ладненько. Понятно. В общем-то, Первый Орден не любят сопротивления, а сопротивление не любят Первый Орден. Ух ты. Это Первый Орден, да? Блин. Стоит ли спрашивать, попросить, посмотреть задание? Это что такое еще? Блин, мне даже интересно. Но. Ну, ладно, давайте тогда у последней вот этой женщины, девушки, узнаем, в общем-то, какое у нее мнение про все это. Почитаем. Если будет одно и то же, то ладно. То, в общем-то, пойдем дальше и будем выполнять задание. А, подождите, это же и есть само задание, типа там, поговорить с людьми, опросить их там. Так, то же самое, в общем-то. Как только мы узнаем, где на Бату они прячутся, мы сотрем их с лица планеты. Жесть. Вот задание выполнено как раз таки. Поздравляем, вы выполнили первое задание. Что ж, раз вы освоились, рекомендуем изучить другие районы Бату, нажав на кнопку отправиться. Получить задание можно у персонажей, который, в общем-то, значок наверху, над головой. Давайте тогда отправимся на первый орден, да, где они там у нас обитают, так сказать. Так, отправиться, получается, не будем с этим разговаривать. Посмотрим, как это все выглядит, потому что, в общем-то, мы посмотрели сопротивление, мы посмотрели аванпост, черный шпиль, и мы не посмотрели, третью локацию именно на этой планете. Хотела сказать, в этом городе, но это не город, а планета. Но да ладненько. Итак, район первого ордена. Прекрасненько. Хорошо, тогда давайте посмотрим. Сейчас только посмотрим, какие у нас задания, потому что... Так, посетить районы, выполнить задание для сопротивления или первого ордена. Вот, давайте сейчас, раз мы в районе первого ордена, да, тогда давайте, в общем-то, зажечь искру, затем выбрать задание, выполнить его. Хорошо, это сделаем. Да, раз мы в районе первого ордена, в общем-то, выполним их задание, если, не знаю, нам понравится этот первый орден, то мы будем играть, мы, в общем-то, поможем им, да, будем, в общем-то, захватывать власть, это, видимо, лейтенант, да, попросить просмотреть задание, да, вот, если нам не понравится, да, этот черный орден, то, в общем-то, встанем на сопротивление, вы только посмотрите, что я нашла. Ух ты, это что такое? Мне что-то даже интересно, это какой-то склад, да? Тут еще человек, первый орден, блин, какая штука прикольная, вы смотрите, она ведь еще крутится, это получается и склад, сканировать, нет, сканировать не будем, ага, ладненько, давайте тогда просмотрим весь город, потому что мы его еще не смотрели, выглядит, конечно, как аванпост, ничего необычного, тут опять какие-то непонятные машины, вот, ну, давайте тогда, в общем-то, пусть просмотрят задание, и мы, наконец-то, в общем-то, начнем делать, итак, в вашем распоряжении, награда, бонусный предмет, первый орден, плюсы, о сопротивлении, минусы, итак, я надеюсь, что вы распространите информацию о наших планах относительно аванпосту черный шпиль, жители должны понять, что все, что мы делаем, мы делаем для их же блага, в их интересах сотрудничать с нами, возвращайтесь, когда пообщайтесь с местными жителями, мы только что с ними общались, что нам нужно делать, пропагандировать, типа, что черный орден, прям такой крутой, ну, ладно, давайте тогда уже сделаем, спросить про сопротивление, или первый орден, выполнить задание, ага, ладно, то же самое, ну, давайте тогда искать тут людей, в общем-то, и, говорит, что первый орден, очень крутой, кстати, вот мы нашли одного человечка, тут не знаю, кто это, так, вести пропаганду, первого ордена, ничего себе, ланика, давайте, конечно, я думаю, что кому-то это не понравится, сейчас мы узнаем, что они скажут, а может быть, люди ничего говорить не будут, кто его знает, ну, посмотрим, выглядит, конечно, нормально, вот, типа, ей нравится это, ладно, ого, как здорово, что первый орден, нам помогает, да, они все-таки отвечают, ладно, давайте тогда спросим, вот, у этого молодого человека, что он думает про первый орден, узнаем его мнение, в общем-то, ага, нам получается, нужно рассказать пять людям, про первый орден, и потом отчитаться, перед этим лейтенантом, ну, хорошо, пока она, в общем-то, пропагандирует, этот первый орден, мы будем искать людей, наших жителей, чтобы сразу, в общем-то, потом их не искать, это все ускорим, чтобы она побыстрее, им там все это рассказывала, ох, опять пропаганда, первый орден, а вот так пропадают, цены минуты жизни, которые уже не вернуть, но, может, это полезная информация, все-таки выслушать надо, давайте ему, потому что у нас некоторые люди, походу, ушли, я так понимаю, она просто стоит, так, ладненько, пока наша симочка тут бегает, в общем-то, всем рассказывает про первый орден, вы только посмотрите, какое место я нашла, это, даже я не знаю, что это такое, но тут стоят роботы, блин, почему-то мне очень сильно захотелось, чтобы у нас был робот, свой личный, и у нас, вот, как раз-таки, четыре человека из пяти, и я непредвзято отношусь к любой информации, но я не очень люблю пропаганду, ну, что поделать, ничего не поделаешь, надо слушать, очередная сказка, во славу первого ордена, не мешайте мне работать, ладно, итак, мы выполнили задание, теперь нужно отчитаться перед этим лейтенантом, главное его найти, потому что, блин, я не помню, где он у нас стоял, а, вот, все, все, нашли, и сейчас отчитаемся, как раз-таки, вон он у нас ходит тут, деловой, давай, стой, отчитаться, вот, отчитаться, давай, что ты нам расскажешь, мы молодцы, или мы не молодцы, она ему прям так бурно, все прям рассказывает, конфликт между первым орденом и сопротивлением добрался до Бату, сопротивлением движет любовь к свободе, а первым орденом жажда к власти, чью сторону вы примете, оказавшись на Бату, вы можете изменить жизненную цель в любое время, давайте выберем первый орден, а нет, давайте лучше сопротивление, потому что мы будем сражаться за свободу, вот, а может быть будет и второе прохождение, конечно же, потому что мне интересно узнать, что же будет, если мы, в общем-то, будем сражаться за первый орден, за власть и прочее, прочее, но мне охота за сопротивление, жизненная цель, конечно, выполнена, это вы уже, наверное, прочитали, пока я тут болтала, да, на Бату назревает конфликт, и Лилия пока видела лишь верхушку айсберга, но ничего, итак, выполнено задание первого ордена, многообещающее начало, пусть моя похвала не вскружит вам голову, задание выполнено, награды, репутация в первом ордене, дополнительные награды, загляните в багаж персонажа, давайте, что это нам там дали, это что, металлолом, спасибо, хороший, да, хороший сюрприз, и картотека Бату, ладушки, спасибо, конечно, что тут, больше ничего, да, можно только, Бату, нет, нет, только спросить можно, раз мы выбрали сопротивление, то, не знаю, давай сюда отправляться на остров сопротивления, и брать задание, вот мы и прибыли к сопротивлению нашему, вот, в следующем видео мы с вами, в общем-то, будем выполнять задание от сопротивления, от нашей шпионки, ну, а пока что, в общем-то, я буду с вами прощаться, потому что не хочу делать эти видео такими длинными, они будут где-то по минут 20-25, надеюсь, вы не против, вот, да и самой мне будет так, в общем-то, как-то, ну, не знаю, легче, интереснее снимать понемногу, так сказать, интрига, да, ладушки, если вам понравилось это видео, то оставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, на мои соцсети, комментируйте это видео, мне будет очень приятно, и обязательно пишите свое мнение в комментариях, с вами была ваша Маша, встретимся в следующем видео, пока-пока, и пока-пока,